Во время зимних каникул в Рязанском театре «Кукол» будут жить Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка, их волшебные помощники и герои любимых историй. В фойе уже засияла разноцветными огнями красавица-елка. Гирлянды, блестки карнавальных костюмов, праздничная иллюминация и тематическая фотозона. Новый год с Рязанским театром «Кукол» – традиционное путешествие в сказку для всей семьи. На этот раз здесь расскажут невероятную, но абсолютно правдивую историю. О тайной жизни новогодних игрушек. Мы создали такую историю про Новый год и время. Как важно, как нужно ценить свое время, совершать добрые, честные поступки, вообще быть честным, настоящим человеком, чтобы в дальнейшем, в будущем быть счастливым и получить эту маленькую толику счастья. Чтобы она родилась, нужно быть честным, настоящим, потому что время назад не вернешь. И Новый год важно, чтобы ты был счастливым, потому что назад ты его уже не вернешься, если он у тебя так плохо прошел. Значит, от тебя все зависит, значит, от того, как ты относишься к этому, ко всему, что тебя окружает в этом мире. Вот про такую интересную вещь нашего сказка. Режиссером постановки выступил Василий Уточкин, известный взрослым зрителям по роли Раскольниковой с драмой «И наказание». Может быть, поэтому в детском спектакле сквозит тема расплаты за плохое поведение. Игрушки признаются, что страдают из-за проказ мальчиков и девочек. Исправлять это должны, конечно же, виновники плохих поступков. Так ясно и недвусмысленно в этом году ребят учат хорошему поведению. В спектакле мне досталась главная роль мальчишки-проказника по имени Максим. Я являюсь причиной всего этого действия новогоднего. И, конечно, это очень ответственно, потому что нужно за короткий срок прожить целую маленькую судьбу ребенка, которая из шаловливого шкодника превращается в довольно-таки умного, разумного мальчишку. В фойе театра посетителей приветствуют Дед Мороз, Снегурочка, госпожа Метелица и главный герой спектакля Максим. Вовлеченность зрителей в спектакль начинается прямо здесь и продолжается уже в зале. Когда надеваешь этот костюм, особенно как вот именно в нашем спектакле, он добавляет себе какой-то вот царственности. Именно потому, что он так сделан, я даже чувствую себя немного бароней в какой-то момент. Соответственно, это добавляет себе невероятных ощущений. В плане том, что ты уже становишься не обычная девчонка такая, а по ощущениям ты уже, ну что ты из себя представляешь. И поэтому, ну в общем, я чувствую, что я приношу детям радость, особенно когда вот мы заходим, и они так радуются этому. И это невероятные ощущения. Праздничный марафон уже начался. И желающим окунуться в атмосферу новогодних чудес, стоит поторопиться. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...